Ну что ж, обо всем по порядку. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, наконец-то я съездил, купил вот эти вот кольца от гидравлики, от каких-то гидроцилиндров или от чего, я точно не знаю, но меня это мало волнует. Главное, что они подходят идеально для приводов, в качестве приводного ремня для электропривода. Вот стоит у меня штатный от Чайковский, но вот он старенький весь. И вот этот вот на 100, я купил два вида их, 100 и 98. Ну как раз, я просто два взял, один такой, один такой. Ладно, теперь второе. Сейчас я вам расскажу, что сегодня у меня утром приключилось. Вчера я снимал видео по двойным иголкам, ну все, закончил, тут порядок навел, но я забыл вытащить, ну думаю, не работает, я из розетки не вытащил вот этот вот замечательный в кавычках ЭП привод. Это такое дерьмо, что он окажется еще и опасен. Сегодня утром захожу, часов в начале 10-го, слышу звук. Ну а звук какой был? Вот такой звук. Вот он. Уже включать-то не хочу его. Вот такой. Все, наверное, через раз. О, он еще и работать перестал. Работал недавно. Своей жизнью живет, короче. Все, он уже приказал долго жить, походу. Ну короче, звук вот такой вот, он молотит и молотит, молотит и молотит, но я вытащил с розетки, включил, он вроде начал работать. Но он, наверное, вот так же и начал, ничего не понимаю, но все. Потом я, может быть, его напрямую сделал. Он даже вот его повело от нагрева. Он, наверное, молотил всю ночь. Как он начал жить своей жизнью, я не пойму. Педаль стояла, я думаю, может на нее что-то свалилось. Педаль стояла, все нормально, ничего там на нее никаких. Просто вот он начал шить, а это чревато. Во-первых, хорошо, что здесь стоял ремешок, вот какой попало, у меня какой-то был. Вот вы уж, что я его сейчас выкину. Он просто слетел. Он большой, тут я вот так поднатягивал вчера, кто видел, у меня там проскальзывало. Он просто слетел, и он работал на холостую. Если бы он не слетел, машинку заклинивает. И тут уже непонятно что. Мотор будет вращаться, ну там ремень может быть будет проскальзывать. А может и не будет. Он нагреется, задымится. Во-первых, он сгорит, но вот этот не жалко. А Туровские вообще никакие электропривода не надо оставлять включенными в 220. В крайнем случае вот здесь тогда вытащить. Если далеко где-нибудь там неудобно вытащить. Вот здесь отключили от мотора, все. У меня был случай, там у меня Туровская или нет, вру. Еще стояла в Турецке универсал, вот такая вот педалька. Она очень чувствительная. И кот шалил, веселился. И что-то свалил. А жена шила перед этим и не вытащила. И что-то он свалил, мягкое такое, ну довольно таки навесистое. Вот на эту педаль. То ли там какое-то шитье у нее было, я не помню. Но факт то, что он замолотил. Хорошо я там был. Мотор замолотил, там сразу же все это запуталось. Нитка порвалась. Но я тут рядышком был, все отключил. Так что всегда отключайте. А вот это ЭП, ЭП, не берите. Если машину будете покупать вот с таким мотором на Авито, либо отказаться от покупки, либо попросить скидку хорошую на замену вот этого мотора. Потому что, ну сами видите, он, во-первых, работать перестал. И это не мотор, это так, это недоразумение. Это Воронежский радиозавод делал для населения. Вроде как по конверсии там или что. Ну, дрянь, 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 редкостная. Тут стоит фотоэлемент, по-моему, вот так сколько я помню. А здесь плата. Вот она, плата управления. Там до того она сложена. Тут элементов, я не знаю сколько. Очень много всяких, всяких, всяких. Все. У меня больше слов нету. Цензурных. Про эту педаль. Ну вот. Такое коротенькое видео про ремешки. Ремешок, еще раз повторяю, 98 либо 100 берете. Диаметр внутренний 98 либо 100. Диаметр самого колечка вот этого 4,8 и 5,8. Ну, грубо говоря, 5,6 миллиметров. Все. На этом. До свидания. Постскриптум. Вот так прекрасно встает этот приводной ремешок. Колечко вот это. Все. Затягиваем. Все. Отлично. Еще даже есть запас, куда тянуть. И после постскриптума. Вот. Он опять заработал. Вот. Нужен ли нам такой мотор? Вот. В начале ролика я включал, он включится, выключится. Сейчас опять начал работать. Ну, это у меня он будет в качестве такого. Лабораторного, так сказать. Буду ставить на ножные машинки, у которых нет моторов. Оставлю его. Естественно, я ни на какую машину его ставить не буду. Чтобы меня потом проклинали, я не хочу. Это пускай он будет у меня. Ну, естественно, выключать из розетки. Это касается всех электроприводов. Не только вот этого вот дерьма. Ну, теперь уже окончательно. До свидания.